Телерадиоканал Страна ФМ. Один на всю страну. Телерадиоканал Страна ФМ. Один на всю страну. Друзья мои, для кого конец дня, а для кого только начало дня? Тут как посмотреть. Олег, очень понравилось, как представила тебя Маша. Но у меня есть вопрос. Позволишь задать? Сразу в карьер все-таки это интервью. Актер? Понятно. Сценарист? Понятно. Никаких вопросов. Кастомайзер? Непонятно. Непонятно? А что это такое? Ты кости кому-то ломаешь? Нет, кастомайзер, слово кастом, это мотоциклетная тема. Ну и автомобильная тоже может быть. Так. Я люблю мотоциклы, машины и все, что с ними связано. И всю жизнь и все детство свое я мечтал не просто там иметь машину или мотоцикл, а сделать самостоятельно это все. Не купить в магазине спорттоварах в советское время мотоцикл, а просто взять и собрать его из того, что есть. Может, так мы никогда не начинали интервью про такие вещи? Слушай, подожди, это очень-очень круто, интересно. Ну, у тебя удалось это сделать? Я собрал? У тебя удалось не раз, я собрал... Ну сколько примерно вот таких крутых? Мы собрали один мотоцикл бензиновый, я собрал уже около 4-5 электрических. Вот сейчас новая тема, видели, может, электро-велосипеды люди носятся с большой скоростью. Я даже рекламировал один. А, ну вот. Я подумал, что все это очень однообразно. Это круто, то есть это пока что не нужно никаких прав тебе. Вот, не нужно... Ну, шлем, наверное, желательно, если голова нужна еще на будущее. Ну да, как память. Хотелось бы. Хотя бы как память, да, или шапку носить. Вот. Но это некая свобода, я могу заехать в парк, на тротуар. Вот. И при этом некоторые из современных велосипедов около сотни даже километров в час уже могут делать. И я подумал, что почему бы не сделать немного в стиле чоппер или в стиле там борттрекеров. И были такие мотоциклы до 25-го года, 20-го века, спортивные. Олег, ты понимаешь, в чем дело? Я вот настолько погружу... Я прям нырнул, чтобы ты понимал, что я уже на твоей волне. Но я не хочу показаться грубо Маше. Миш, почему ты думаешь, что я вот сейчас где-то рядом проходила? Я обожаю все эти электро-велосипеды. Но я не понимаю, для кого они нужны? Для тех, кто не любит крутить педали и как-то спортом заниматься? Или вот для чего? Для скорости? Вот такая тема, да. То есть, когда я понимаю, и сам это ощутил, что я могу ехать свыше 50 километров в час, я не понимаю, зачем педали. То есть, я строю без педали. Я ничего не кручу. Вот, есть мотик для этого, мне кажется. Ну, велосипед для своего. Хорош мотик, пожалуйста, гоняй, как хочешь. Мотик, он может ехать только по дорогам общего пользования. А этот электромопед... А, он дает тебе маленькую привилегию быть среди людей. У меня нет никаких пробок никогда. Летом я, ну, поллета, когда есть сухая погода, я езжу на нем сам. Друзья, это прям реальный лайфхак сейчас. Друзья мои, вот так сидишь, готовишься к интервью с Олегом Верещагином, думаешь, что будешь говорить про комедивумен, про какие-то проекты, про КВН, а тут бах тебе про электровелосипед. Вот так сидишь и болтаешь. Но, Миша, ну смотри, это на самом деле самый действенный способ. Ты когда стоишь в пробках, ты начинаешь нервничать. А тут человек объезжает все пробки, он всегда в хорошем приподненном настроении, всегда везде успевает и нигде не задерживается. Давайте, ребята, чтобы все-таки завершить эту тему. Мне интересно последнее. Это все-таки хобби или это бизнес? То есть к Олегу Верещагину может прийти Миша Николенко и спросить, ну вот, Олег, собери мне вот за столько-то дензнаков. Может, да, может, Миша. Куда идти таким людям? Идти ко мне в инстаграм на мою страничку, Олег, нижнее подчеркивание, Верещагин. Да, и писать мне директ, если есть какое-то желание. Есть люди, которые мне уже писали, они живут в Казахстане, есть люди, которые живут в Калининграде, они заинтересованы, пишут мне. Но дело в том, что для того, чтобы сделать не просто себе в свободное от работы время, а организовать уже какую-то работу, надо кучу всяких, ну не кучу, но несколько людей, мастеров своего дела. Ну да. И не просто мастеров своего дела, а людей, которые хотели бы строить именно мотоцикл. Потому что просто взять слесаря, на моем опыте, это не то, не много. Должны быть профессионалы своего дела. Олег, скажи, а звездные гости, ну твои друзья, так скажем, к тебе обращались уже? Ты кому-нибудь, может быть, из девчонок из Comedy Woman уже сделал такую историю? Нет, я еще ничего такого не делал для них, но я периодически заезжаю в офис на нем, то есть кому-то что-то интересно, ребята, там есть у нас группа авторов в Comedy Woman, и они катались на нем не раз, у меня есть еще электросамокат, у всех моих членов семьи есть электрическая техника. Ты, короче, сам как ходячая реклама, понимаешь? Ну, у меня руки чешутся, да, грубо говоря, мне хочется, это одно из любимых дел в жизни. Человек с золотыми руками сегодня у нас гачтян. Сачопером, иди, коллега Верещагина. Скоро вернемся. Телерадиоканал «Страна-ФМ» один на всю страну, категория 12+. Говори же больше, и сегодня у нас в гостях Олег Верещагин, также с вами мы, ваш новая Майк-8, и прямо сейчас продолжаем говорить. Олег, ну давай уже немножечко о юморе, такую узконаправленную возьмем тему, ты как раз-таки как человек из юмора. Это для нашего эфира, да, вечерняя тема юмора. Смотри, у нас есть традиционный для всех наших гостей вопрос. Какой есть у тебя секрет или лайфхак? Как научиться относиться к жизни с юмором? Как ты это делаешь? Ну, я поняла, ты изобрел специально для себя электровелосипед, теперь ты обижаешь пробки. Ну, может быть, что-то еще есть? Нет, но на самом деле, не знаю, просто у каждого в жизни есть цели какие-то, естественно, он хочет их достичь, и для того, чтобы их достичь, надо стараться быть, ну, как минимум, не в унылом настроении в этой жизни. Я не говорю, что я стал, да, юмором заниматься, потому что из меня юмор так и хлещет. Нет, я тоже так. Ну, так, видимо, может, изначально так и было, да, но я старался всегда искать что-то хорошее в любом, что случилось. То есть, одна из моих любимых пословиц «Все, что не делается, все к лучшему». Это означает как раз напрямую, что надо просто искать что-то хорошее в том, что случилось, пусть даже не очень хорошее. Слушай, ну, наверняка в твоей жизни были какие-то огорчения, когда куда-то не брали. Ты проходил кастинг, нет, говорят, нам нужен другой человек. Я ни один кастинг не прошел, в который я ходил. Как с этим справиться? Я ни один кастинг, как ни странно, друзья. Куда бы я ни ходил, везде, где я снимался, я имею в виду какие-то фильмы или сериалы, меня туда прямо, меня звали туда еще. Целенаправленно приглашали? Да, прямо говорили, Олег Перещагин, приди, пожалуйста, у нас есть для тебя роль. Помоги нам. А там, где как бы меня звали на кастинг, говорили, приходите, там, попробуйтесь, я пробовался, никаких ответов. Ну, а как тебе помогать, ну, вот, как ты дальше начинал действовать? Ну, я... То есть, не опускать руки, вот это все никому не нужен. Просто, понимаете, опустить руки, это самое легкое, что может сделать человек, сдаться, грубо говоря, или еще что-то, да. То есть, это ты можешь сделать всегда, в 80 лет, в 60, в 40, просто, ну, это план Б, скажем так. Запасной, да, такой аэродром? Да, к нему подходить не стоит. То есть, я всегда всем говорю, что плохо себя вести или, там, поступить подло, чтобы изменить свою жизнь к лучшему финансовому плане. Я всегда успею. То есть, продать свою душу дьяволу, грубо говоря, я, ну, сделаю в любом возрасте. Но пока у меня есть время, я попробую поступить правильно. Все, попробую. Слушай, ну, а как таким образом ты попал в команду Comedy Woman? То есть, тебя специально пригласили. Расскажи, можешь вот вспомнить, как это было? Там было так, да. Это был счастливый день в твоей жизни? Ну, конечно. Или, в принципе, ну, ладно, ребят, да, пойду снимать. Нет, это был счастливый день в моей жизни, в том плане, что мы всегда с Comedy Woman находимся в одном здании. Comedy и Comedy Woman, я имею в виду. Вот, когда я был в Comedy Club, мы всегда были в одном здании, потом мы переехали в другой офис, и там тоже мы были вместе в одном здании. Поэтому и с девочками еще со времен КВН я со всеми знаком. То есть, я периодически к ним заходил, нам всегда было весело, но вот с Гавром сколько бы мы ни делали миниатюр, когда мы играем мужчину и женщину оба, мы понимаем, что если бы женщину играла женщина, хорошая актриса, было бы намного лучше. Но не так смешно бы оба, понимаешь? Может, лучше, но не срочно. Но, Олег, ты понимаешь, Гавра не позвали, а тебя позвали, понимаешь, и других мужчин из Comedy не позвали. Вот это вот... Там стечение обстоятельств такое удачное получилось. Ну, как бы, относительно удачное. Ну, и, да, для Comedy Woman, для того, чтобы мне туда попасть, оно было удачным. В общем, во-первых, Гавр решил не заниматься больше юмором на сцене. Да. Вот. Гавр решил там... Заниматься бухгалтерией. Ну, нет, там начиналось Comedy Radio, ему было интересно, собиралась интересная команда, и он решил пойти туда. Да. То есть постепенно, как бы, Гавр сошел со сцены. Я в Comedy Club пытался делать какие-то монологи там, но ничего особо у меня уже как-то не выходило, не знаю. Я, как бы, начал задумываться о том, что мне делать дальше. И вот здесь сделаем хатовскую паузу, чтобы была интрига. Сейчас слушаем музыку и узнаем, что было дальше. Ну, интересно. Телерадиоканал «Страна-ФМ». Один на всю страну. Молоды мы и все, естественно, надолго марш, новая «Майк Войс». И, конечно же, самый молодой Олег Верещагин сегодня с нами. Олег, вот не знаю почему, в третьем нашем выходе ловлю себя на мысли, что хочется сказать, Олег Евгеньевич. Вот почему-то вот... Война, война. Война, у меня все. То есть, Олег Евгеньевич, можем продолжать. Смотри, мы остановились сейчас на очень интересной теме. Олег, кстати, сейчас ведет прямую трансляцию в Инстаграме, друзья. Второй раз в жизни он это делает. Поэтому можете не только нас слушать с фантазией и к нему еще заодно. Причем первый раз в жизни в нашей стране. Потому что до этого это все было в Сан-Франциско или в Лос-Анджелесе? Сан-Франциско. Сан-Франциско. А теперь в стране. Да, друзья. Ну и, собственно, Олег сейчас пообещал всем своим подписчикам и зрителям, что расскажет о том, как же он попал в этот проект Comedy Woman. Да, вот. И, значит, в этот момент, когда я уже практически, можно сказать, вышел из Comedy Club, ко мне обратились девочки из Comedy Woman и сказали, что написали номер, в котором мужчина, как бы, скажем так, психологически и по номеру побеждает женщину. Ну, в том плане, что в Comedy Woman всегда были номера, где женщины смеялись над мужчинами. Да, да. И, как бы, вот. А это был первый в истории номер, когда это произошло наоборот, а? Нет, нет, просто нужно было им. Они кого-то попросили из ребят Comedy сыграть, но, по-моему, этот человек не смог и спросили меня. Вот я так. Я говорю, окей, я приду, не вопрос. Так как ходить никуда не надо, просто надо было прийти на первый этаж или на четвертый. В соседнюю комнату, так. Да, я пришел. Ты все равно за кофе спускался. Да, да, я пришел, записался. О, не записался, точнее, я прочитал номер, порепетировал. И еще где-то неделя была до съемок, девочки спросили, типа, есть желание еще там в массовых номерах там постоять там? Мы делали шоу «Интуиция», типа, и там стояли все вот люди. Мне надо было в этой толпе постоять. Я постоял тут. А ты сказала, что не постоять? Да, да, я в итоге в трех номерах снялся вместо одного. На следующий раз я снялся, на следующие съемки они позвали, говорят, приходи, все вроде здорово получилось. Хорошо стоишь. Да, хорошо стоишь, неплохо, да, побеждаешь женщин неплохо. Я сказал, окей, приду, пришел и снялся где-то порядка, может, восьми-десяти уже номеров. И, как я понял, на третьей съемке я пришел уже в состав, вот так я влил. То есть у тебя было такое плавное погружение? Плавное, да, погружение. Самая главная интрига, в итоге ты узнал имя того человека, который не пришел постоять первоначально? Да, конечно. Отблагодарил его, то есть как-то... Ну, я не помню, что там у него не срослось. А в жизни теперь уже все. Ну, его звали Витя Васильев. Полное отчество не буду говорить, а то вы точно определите, кто это. А мы так уже поняли, кто это. По-моему, это был Витя Васильевна. Ну, смотри, и теперь постоянно вы с девчонками не разлей вода из программы в программу гастроли, путешествия. Ну, скажи, это помогает тебе понять женскую натуру, женскую психологию, женский характер? Как-то больше разобраться, вот что хочет женщина? Ну, помогает, конечно. Но у меня еще дома жена и две дочери. Ну, жена какой-то результат вообще поимела после твоего вхождения в этот проект? Я думаю, обоюдно все мы поимели, и Comedy Woman, и я, и девочки мои дома. То есть от каждой я могу понимать, да, кое-что. Ну, у Comedy Woman там возраст, скажем так, у всех разный, судьбы, скажем так, у всех разных были. Поэтому много чего интересного я могу узнать. Подколы начались от парней из основного Comedy, мол, там подкаблучник, друг сяк-женщин. Нет, нет, нет. В тот год просто у нас гастроли было помольше, чем у них, поэтому все подколы закончились, да, очень быстро. Просто все увидели, на чем ты приехала, и все, и все. Ну, я вам скажу, что в Comedy Woman у меня эфиров стало больше, чем в Comedy Club, потому что в Comedy Club мы с Гавром, когда были вместе, мы снимались в каждом моторе. То есть если мы снимаем шесть мотор, шесть новых программ, в каждой программе мы с Гавром есть. А когда я стал один, я уже попадал там даже в две программы, из шести. То есть как бы уже я так, только на повторах, когда старые что-то показывали, вот. Вы с Гавром прям не разлива до друзья, либо вы просто коллеги? Нет, мы друзья, конечно. Вы друзья? Ну и со школы еще знакомы, да. Вот смотри, Олег. Как минимум на день рождения друг друга поздравляем. Вот, но как минимум он пошел на Comedy Radio, а ты? А я не пошел. Меня позвали в Comedy Woman, зачем мне идти на Comedy Radio? Вот, правильно, абсолютно. Я думал, ты пошел в Comedy Woman потому, что не позвали, а ты говоришь, нет. Ну, это же круто. Нет, у меня другой вопрос. Олег, вот когда вы с Гавром выступали в Comedy Club, вы же были главные герои, понимаешь? Выходишь, вся сцена ваша. А тут, собственно, в проекте теперь, ну, как бы, девчонки главные персонажи, нет? Вот тебя это никак не напрягает? Я не считаю, что... Нет, я считаю, что все там персонажи главные у нас в Comedy Woman. То есть у нас... Нет такого, я же мужик, я должен быть лидером. Нет, тихо, 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 тихо. Ну, не знаю, мне кажется, у мальчика всегда такое просыпается. Нет, у меня нет такого, нет. Я больше командный игрок, чем, как бы, играю на себя, честно скажу. А когда конкурентный самец вроде Мити появляется, то есть как это работает? А вы знаете, все равно... А Митя же уже отвалился. Митя отвалился, да, но мы с Митей были целый год вместе. Там есть другой конкурентный самец. Мы были все вместе, нет, у нас у всех свои роли. То есть если надо какого-то плохого парня... Олег, извини, ради бога, а конкуренции в Прайде после музыки? Сейчас мы все точно узнаем. С толком, с расстановкой. Да. А наша большая река эфира течет, переливается красками, и в ней плывут три человека, хотел сказать, я за черты... Трое в лодке, не считая собаки. Трое в лодке и без лодки, да. Олег Перещакин сегодня у нас в гостях, ваш новая Майк Бойс. И прямо сейчас, друзья, мы уже перевалились за 26 минуту, и стало быть, пора немножечко нам взбодриться. Как-то поиграть. Олег, знаешь ли ты эту игру? Какую? Она называется Элиас. У меня есть особая ее версия. Отлично! Ничего не знаю. Это добавляет нам вестов. Итак, очень простая игра. Кстати, потом на гастролях можете с девчонками играть. Очень классная вещь. У меня есть две колоды карт. Так. В одной колоде у меня мужские слова. Это мне. И словосочетание. Да, это мне. Смотри, давай сверимся. Нет, не так, вот так. Соля. А у другой женские. Ну, во что еще мы могли бы с тобой поиграть, как не в знании каких-то женских вещей, женских терминов, поскольку ты для меня засланный казачок в тот самый мир, понимаешь? Грех этим не воспользоваться. У меня есть песочные часы. Так. По очереди будем угадывать слова, правильно? Ты будешь объяснять мужские слова. Может быть, некоторые из них я даже не до конца понимаю. А Олег будет объяснять. Женские. Отлично, ты все поняла, Маша. А как объяснять? Словами? Словами. Словами. Не без однокоренных. У нас же радио. Мы могли бы, конечно, действиями, но нет. Друзья, у меня будут вот эти часы. Олег первый, правильно? Или мы на Каманово-Дено скинемся. Мешать меняем? Что еще раз? Мы с тобой скинемся сейчас. По Воду-Носор, что? Как там? А как у вас было во дворе? Су-Е-ФА! Су-Е-ФА! А ты утонул, я первая. Я утонул? У меня колодец. Колодец, а у тебя эти. Так вот же я стоял вокруг колодца. Нет, а ножницы, они всегда тонут. Это в Брятске так работает. Не обращай внимания. У нас в Брятске ножницы всегда тоннули. Хорошо, ладно, ножницы. Пусть валяется, все, пусть валяется. Так, кто начинает? Майк Войс, давай. Все, давайте, я начинаю. Ты готов? Я готов. Давай. Погнали. Я начинаю. Да, 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 объясняй. Первое слово. Так. Такие можно объяснять? Ну, хочешь второе начинай, третье. Нет, хочу. А, давайте второе. Давай. Певица поет такие русские песни, очень душевные. Их много. Она сидела в жюри. А, Пелагея. Верно, верно. Пелагея. Ничего себе, там Пелагея у меня ссорит. Все, все, все. Давай, давай. Дальше сладенькая такая. Булочка, мармеладка. Вот, типа булочка, да. Типа пышка. Но она как бы завернутая и такая длинная. А, этот, круассан. Нет, такая вот она как бы ровная, красивая, прямоугольная. Нет, ну как трубочка, но толстая, и так хочется его порезать. Толстая трубочка. Толстая хочет порезать батон. Нет, но он сладкий. Батон, рогалик. Внутри с начинкой такой. Я понимаю, что женский. А, что ж там женского, я не знаю. А такое как бы... На что похоже еще? Похоже на что? Может, по звучанию. По звучанию? Похоже на то, чем приходится управлять, когда едешь. Нет, еще варианты. Штурвал. Ну как это называется вообще? В машине. В машине. А, руль. Вот. Рулька. Нет, но она сладкая. Как бы его с чаем пить. Спасибо. Это рулет, даже я понял. О, рулет. Да, это рулет. Рулька. Кто что? Да, рулька. Рулька, ты готова? Я про свиную рульку подумала. Все, поехали, да? Давай машиновой, погнали. Короче, значит, фильм еще есть такой. Анжелина Джоли там снялась. И этот, как его, Брэд Питт. И они два были, два? Мистер и Миссис Митт. Да, и они кто? Агенты. А по-другому? За всеми следят. Шпионы. Да, точно. Отлично. Дальше, когда делаешь девушке, чтобы она надела, вот это делаешь девушке. Чтобы она надела кольцо? Да. И как это называется? Свадебное кольцо? Нет, как это называется, когда ты на колено встаешь и делаешь. А, делать предложение? Да, предложение. Отлично. Так, дальше. Короче, в процентном соотношении вышло столько-то. И вот много-много-много цифр, и они у одного спросили. Да, молодец. Смотри, значит, по утрам нужно делать и мальчикам, и девочкам. Зарядку. А по-другому, раньше еще это как-то так тоже называлось, в разных секциях. Разминка? По-другому. Утреннее. Гимнастика. Да, молодец. Так, вне зоны доступа. Абонент. Да, молодец. А вот это я вообще не знаю, что это такое. Давай следующее лучше. Последнее. А, когда все стреляют, вот у нас сейчас мир, а там, когда стреляют, это... Да. Все, все. Все, да? Да. Или нет еще? Давайте еще раз. Пожалуйста, погнали. Мы продолжаем, да? Слово, гостя, закон. Ты, короче, бежал, 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 упал нечаянно, и у тебя случился открытый... Перелом. Правильно. Значит, с сыном. У тебя есть сын? Да. Или с дочкой? Нет, нет. С дочкой вы вместе идете с женой, со всей вашей семьей, идете и растягиваете такую, в которой будете ночевать. Палатку. Точно. Можно было без жены объяснить. Ну ладно. Подожди. Женский мозг непредсказуем. Короче, заливают в авто специальную жидкость. Она такая похожая... Да, но это какое? Моторное масло. Нет, другое. Для авто. Масло авто. Автомасло? Ну, тут так написано. Масло для авто называется? Ну, вот авто замени только другим словом. Автомобильное масло? Ну, машинное масло. Да, молодец. Абсолютно. Мне кажется, у меня уже все достаточно. Да мы второй раз себе поставили. Давай. Второй раз. О! О! Утренний. Когда в негодовании, то отец показывает своим детям что? Кулак. Правильно, молодец. Спасибо. Остановись. Твоя очередь, Олег. Просто кулак? Давайте, окей. Просто кулак. Погнали. Олег, давай. Давайте. Я готова. Вот то, что на шее носит, из чего обычно украшения? Не, из чего они делаются обычно? Из бриллиантов? Нет, ну блин. Золото? Да, только какое? Золотое. Как футболка твоя? Как футболка какого цвета? Белое золото? Верно, молодец. В общем, у меня есть две дочки. И кто? И жена. Верно, жена. А, все, жена? Так, недалеко от Кремля такое место. Ну, еще циркачи выходят куда обычно? Цирк. На арену. А еще вариант? В поле. Нет. На площадь? На площадь, красная площадь. Нет, нет. А вот они выходят внутри вот этого вот под куполом. Цирка. Как называется еще это место? Арена. Помимо арены. Как еще называется? Я не знаю. Еще есть такое недалеко от Жукова памятника у нас, у Александровского сада. Тоже такое красивое колонное длинное здание из колонн вдоль Кремля. Называется оно напротив... Горела недавно, тебе подсказываю я. Да, да. Площадь какая там? Какая там? Ну, напротив гостиницы Москва какая площадь? А давай еще... Красная. Давай еще другое слово. Давай, ну смотри. Люди сейчас любят ходить в спортзал и заниматься чем? Спортом. А как он еще называется? Современное название? Современное название. Давайте на другое слово перекрестим. На букву F. Ну? Фитнес. Верно. Друзья, давайте просто посмотрим музыку, пока люди играют. А цирка-чим они поиграют. Телерадиоканал Страна FM. Один на всю страну. Вот сейчас-то, друзья, наши дорогие зрители и слушатели, вы узнаете все самое интересненькое, где можно нашего сегодняшнего гостя Олега Верещагина увидеть в самое, наверное, ближайшее время. Итак, гастроли, спектакли, рассказывай все, чтобы все уже начинали. Тур по Южной Африке, что? Давайте, да, перед тем, как я расскажу немного, совсем немного о том, какие у меня будут гастроли. Я бы хотел сказать, что гастроли в основном, естественно, в составе Comedy Woman. Вы и так Comedy Woman всегда можете смотреть 20.00 в пятницу, да, естественно. Конечно, на телеканале ТЭП. Да, можете всегда смотреть, всегда новый выпуск. Ну, не всегда, но в основном. Вот. И у нас с Comedy Woman ближайшие три концерта, в которые мы уже собираем свои вещички. Это Иваново 15 октября, 16 октября Ярославль. 16 октября у меня день рождения. Я буду справлять свой день рождения в Ярославле, в замечательном городе. Мне будет 36 лет. Как же так? Всего лишь, ты с какой-то грустью сейчас это говоришь. Да, я расстраиваюсь, что никак не могу вырастить, да. Я всегда хочу полтинник, чтобы у меня было. Я шучу, конечно. Вот. И 17-го мы будем в Мурманске, друзья. Так что, если вы живете в этих городах или околачиваетесь где-то поблизости, всегда заходите к нам на огонек. Олег, ну подожди, ну самое же интересное, это же день рождения. Ну вот девочки к этому празднику готовятся, я не знаю. Ну, наверное, за полгода точно. Да, мы уже готовимся к своему днерождению. Уже начинаем готовиться к июлю. Ну а вот вы, мальчишки-артисты, вы вообще как-то... Я не знал, что девочки уже готовятся к моему днерождению. Я очень рад. А к твоему, да, в том числе. Нет, на самом деле я не... Что будет? Будет ли какая-то шумная вечеринка? Вы после выступления пойдете вместе в местный клуб? Или вы так, скромно, тихо? Мы можем пойти в местный клуб спокойно, если эту ночь мы проведем в Ярославле. То есть у нас дальше Мурманск, от Ярославля до Мурманска не близко. А, вы можете быть вообще в пути, в принципе. Мы можем сесть в паровоз и поехать, да. То есть если будет так, то, скорее всего, начнем мы праздновать Иванова от Ярославля в двух шагах. Насколько я помню, километров 300 я сам лично ездил за рулем. Вот. Я думаю, что мы быстро доберемся и начнем уже в этом транспорте, в автобусе. А сюрпризики? Девчонки обычно делают какие-то сюрпризики? И вы делаете девочкам сюрприз на день рождения? Мы девочкам ничего не делаем. Мы самые неинтересные мужчины в женском коллективе. Не, мы стараемся. Мы просто есть. Саша Кудок молодец. Вот он всегда что-то придумает. У него всегда есть какие-то маленькие штучки для всех девочек. На Новый год, ну, как правило, что-то мы можем. Девочки тоже на Новый год или там на дни рождения. Мы что-то дарим все друг другу, естественно. На Новый год, вот я помню, Надя Сысоева, допустим, подарила нам всем мальчикам пару носков красивых. Это классно. Классно. Я их тут же и уделал в первом же концерте. Вот. Выступил в них, чтобы ей было интересно. А потом они пришли в негодность. Вот, на самом деле, не знаю, наверное, если получится, да, если нет, как минимум в поезде мы что-то сделаем. Может быть, на следующий день. А другой вопрос, а что было год назад? То есть какой сюрприз все-таки был? Был сюрприз, ну, подожди, был мини-юбилетчик все-таки. Вот у меня, у меня, я вот объясню, вот я учился в группе в университете, у нас было двое парней и 15 девчонок. Понимаешь? Они нормально ждали 23 февраля, а вот мы на 8 марта напрягались. Да, да, нет, у нас та же ситуация. Но, на самом деле, в прошлом году мы не были на гастролях в это время, в прошлом году, насколько я помню, да, мы не были на гастролях. Но мое день рождения очень часто выпадает именно на гастрольный тур. Как было это с Comedy Club, с КВН в свое время, и там с Comedy Woman сейчас. Я встречал его в Германии, в Нью-Йорке, я встречал один раз с Comedy Club. Там встречал, есть такой город Лугос в Ленинградской области, на заправке, я помню, как я сижу с кофе. Мы приехали заправиться, мы едем с КВН в тур. И вот у меня есть фотография, мне там 20 лет исполняется, это было 16 лет назад. Я сижу там с кофе. С днем рождения, литр 95-го. Время на 4 утра. Олег, чтобы девчатам было легче понять, что тебе дарить, мы тебя сейчас опросим. Так, давайте, с удовольствием. Думать не нужно, прям мочи. Хорошо. Блит, собственно. Для меня самое важное в жизни. Пельмени. Идти по жизни с юмором это. Это здорово. А если бы сейчас был 1018 год, что бы ты делал? Танцевал на костях своих предков. 3018? А? 3018? Сел бы на робота и поехал в поле. Если бы не юмор, ты бы сейчас? Стоял на пятаке в часовом. И поскольку ты этого не делаешь, ты молодец. У нас сегодня Олег Ильичакин был. Олег Ильичакин, спасибо тебе, друзья, спасибо. Очень приятно. Телерадиоканал Страна ФМ. Один. На всю страну. Категория 12+.